самосвал с грузоподъемностью 450 тонн самая большая самоходная установка в мире и тракторы высотой более 4 метров смотрите этот выпуск до конца чтобы узнать об этих и других невероятных средствах передвижения будет очень много интересного с вами канал фактопс и в этом выпуске я покажу вам самые мощные и удивительные виды транспорта в мире самый большой экскаватор в мире как по-вашему выглядит самый большой экскаватор в мире если вы подумали что таковым является гусеничный транспортер наса то вы ошибаетесь хотя он совсем немного уступает ему но об этом чуть позже самым большим искала там в мире является баггер 288 на самом деле он немного уступает построенным им позже экскаватору баггер 293 который имеет меньшую длину то время как высота и ширина у них примерно одинаковые однако баггер 293 получает энергию от внешних источников поэтому не является самоходной установкой а движим аппаратом для карьерных работ вот аркатром баггер срезает угольный пласт имеет диаметр из 8-этажный дом 21 и 6 метра правда установлены на нем ковши относительно скромного объема всего 6,6 куба зато их у него 18 штук но все это не ради рекорда а ради достижения высокой производительности при разработке месторождения и максимальной экономической эффективности по оценкам немецких специалистов применение подобных исполина в себя оправдывает в германии на трех больших карьерах ежегодно добавляет около 100 миллионов тонн бурого угля за день этот гигант может наполнить чашу футбольного стадиона горной породы на высоту 10 этажного дома возможно вам также интересно сколько он стоит итак слушайте 100 миллионов долларов биг бат 747 теперь хочу вам поведать про самый большой изготовленный на заказ сельскохозяйственный трактор построенный в гаврия штат монтана в 1977 году его мощность составляет 1100 лошадиных сил это примерно в два раза больше чем у многих крупнейших серийных тракторов в мире в зависимости от параметра первые два трактора биг бат произведенные на заводе в гаврии были серии 250 и были приобретены леонардом семенса из семенса фармс в 1968 году расположенного между форт бентоном и честером на его ферме площадью 35 тысяч акров бигба 747 был первоначально разработан уилл буром кенцлером и построен на роном харманом и сотрудниками его северной производственной компании по цене 300 тысяч долларов после работы на ферме он был выставляем сельскохозяйственном центре хитланд экрес в индепенденте штата йова в 2014 году бигба 747 был перемещен в музей хардленда в кларионе на неопределенный срок от братьев уильямс музей построил отдельный навес для трактора в 2013 году но сейчас бигба 747 снова вернулся на фирму братьев уильямс недалеко от биг сэнди штат монтана в сентябре 2020 года где он снова обрабатывал землю с помощью чисельского плуга фрикстад ширину 80 футов самый большой грузовик в мире думаю это звание белаз 75 710 заслужил как никто другой действительно этот самосвал настоящий гигант он оснащен двумя двигателями мощностью две с половиной или среди силы и может перевозить до 450 тонн груза на расстоянии до 20 километров в результате мирового экономического кризиса упал рентабельность добычи полезных ископаемых и возникла необходимость в карьерном самосвале эксплуатация которого позволила бы снизить стоимость перевозки груза чтобы максимально снизить расчетную стоимость транспортировки конструкторы решили построить грузовик с наибольшей возможной грузоподъемностью проектировка началась с поиска самых больших шин имеющихся в производстве строительство первого экземпляра завершили осенью 2013 года презентация состоялась на испытательном полигоне белаза в конце сентября стоимость самосвала составляет примерно 12 миллионов долларов юсен 4 геркулес юсен 4 геркулес это транспортная летающая лодка сделана из композита дзерева юсен 4 геркулес был самый большой когда-либо построен летающей лодкой размах его крыла в 98 метров оставался рекордным до 31 мая 2017 года то есть почти 70 лет когда был предъявлен журналистам двухфюзеляжный транспортный самолет страта лаунж с размахом крылья в 117 метров летающая лодка была предназначена для транспортировки 750 солдат при полном снаряжении думаю вам стало интересно как людям пришло в голову отостроить в начале второй мировой войны правительство сша выделила их и за 13 миллионов долларов изготовление прототипа летающего судна но к окончанию военных действий летательный аппарат готов не был что объяснялась нехватка алюминия а также упрямством хьюза стремившийся создать безупречную машину самолет геркулес пилотируемый самим городом хьюзом совершил свой первый и единственный полет только 2 ноября 1947 года когда поднялся воздух с аэродрома острова терминал на высоту 21 метр и покрыл приблизительно два километра по прямой над головой лос-анджелеса хьюз поддерживал самолет в рабочем состоянии до своей смерти в 1976 году тратя на это до миллиона долларов сша в год из-за этого прозвища самолета еловый гусь в английском языке осталось синонимом идиумы белый слон то есть имущество содержать которое владельцу не по карману а избавиться от него невозможно после смерти хьюза самолет был отправлен в музей лонг-бич калифорния в нас вящее время является экспонатом авиационного музея в штате орегон куда был перевезен в 1993 году самолет ежегодно посещает около 300 тысяч туристов на волне о самой большой транспортной летающей лодке хочу рассказать вам про самый большой пассажирский лайнер в мире airbus a380 это огромный двухполудный авиалайнер который считается одним из самых больших инновационных в мире первый полет этой гигантской машины состоялся в 2005 году а уже в 2007 году начались ее коммерческие полеты а380 используется для межконтинентальных перелетов и может перевозить до 853 пассажиров в зависимости от конфигурации салона этот самолет длиной в 72 из 7 метров и шириной в 79 и 8 метров является настоящим чудом техники благодаря своей размерности инновационным технологиям он обеспечивает удобство и комфорт пассажирам а также надежность и безопасность полета стоит отметить что а380 имеет низкий уровень шума и выбросов что делает его одним из самых экологически чистых авиалайнеров в мире кроме того он оснащен самыми современными системами автоматического управления которая позволяет обеспечить наивысший уровень безопасности полета кленом этого авиалайнера является футуристический дизайн а внутри широчайшие кресла с удобными подголовниками и подлокотниками широкие коридоры просторной зоны и отдыха и даже бары пассажиры имеют возможность наслаждаться кино премьерами и другими развлечениями на больших экранах а также пользоваться беспроводным интернетом во время полета кратко говоря airbus a380 это мечта для любого путешественника этот авиалайнер сочетает в себе мощь надежность комфорт и технологическую прорывность что делать его настоящим вехом в истории авиации гусеничный транспортер nasa гусеничный транспортер nasa о котором мы немного говорили в начале выпуска это огромный транспортный мобиль который используется для перевозки ракет и космических кораблей на космодроме на мысе канаверал во флориде был разработан в 1960-х годах специально для перевозки ракеты носителя сатурн-5 и его первое использование состоялось в 1967 году при запуске первой миссии apollo с тех пор он использовался для перевозки многих космических аппаратов в том числе до перевозки частей международной космической станции этот гусеничный транспортер очень большой длиной почти 40 метров шириной более 34 метров высотой 6 метров он имеет вес около 2400 тонн и может перемещаться со скоростью около 1 и 6 километров в час гусеничный транспортер nasa имеет две гигантские гусеницы каждый из которых весит около 900 тонн и медленную почти 4 метра гусеничный транспортер nasa может подниматься на ножки чтобы избежать повреждения при пересечении рек и других препятствий каждая гусеница приводится в движении 16 бензиновыми двигателями мощностью около 600 лошадиных сил которые работают на биотеление из растительных масел и таким образом снижать негативное воздействие на окружающую среду переперевозки стартового комплекса месте артемис на космодром начиная с 2017 года была установлена новая покрышка которая имеет повышенные характеристики безопасности и дает возможность передвижения транспортера по космическому центру гусеничный транспортер nasa это поистине уникальное транспортное средство которое превращает транспортировку огромных космических кораблей на космодроме в менее сложный и удобный процесс в 1976 году был построен супертанкер кнок невис первоначальным использованием использовался как танкер-перевозчик нефти однако позже был переделан во флот буровых платформ и станций длина кнок невис составляет порядка 458 метров а высота 69 метров что эквивалентно высоте 23 этажного здания его вместимое составляло более 600 тысяч тонн а максимальная скорость достигает 16 узлов до сопровождения и управления той огромной машины требуется команда из порядка 40 человек корабль который был назван несколько раз вследствие смены владельцев в конце концов был отправлен на утилизацию в 2010 году он был разделен на несколько частей и отправлен на лом в разельхайма в объединенных арабских эмиратах таким образом кнок невис это удивительно инженерно-техническая конструкция которая позволяла перевозить огромные объемы нефти и участвовать в строительстве нефтегазовых инфраструктур вместе с тем она является примером позитивного влияния человека на технологический прогресс и развитие глобальной индустрии на какой транспорт этого выпуска вы бы хотели посмотреть своими глазами расскажите в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал чтобы не пропустить новые видео